Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о сложном слове. Документы оборот, справки, всевозможные необходимые бумаги, услуги. Обо всем этом нам расскажет сегодня директор Люберецкого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Люберца Маргарита Геннадьевна Скалябина. Я немножечко сократил название, но я так понимаю, что это МФЦ наше традиционное. Здравствуйте! Здравствуйте! В общем-то, два главных таких момента, с чего бы я хотел начать. Мы еще помним часть советского времени, потом часть перестроечного времени, часть 90-х годов и так далее. И вот эта тема окон всевозможных, попасть, дайте мне справку, как когда-то было у Жванецкого, что дайте мне справку от того, что у меня нет справки по той справке, потому что и так далее там шло. На сегодняшний день услуги, которые предоставляет МФЦ, удалось как-то все-таки купировать все эти проблемы для граждан? Насколько удобнее стала вообще глобально работать система вот этого документа оборота, если можно так сказать? Ну, мне есть с чем сравнить, потому что я уже работаю 10-й год в МФЦ, Поэтому, когда я пришла, было 26 услуг, и окон было 13. На сегодняшний день уже 411 услуг. Это федеральные, региональные, муниципальные. И на самом деле у нас уже 75 окон МФЦ по всему. Вы живете окнами. Окон, да. 75 окон по Люберецкому округу. Из этих 75 окон 3 окна бизнеса. То есть это для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. То есть, чтобы побыстрее, чтобы не стояли в общей очереди, скажем так. Это для бизнеса. Помимо всего прочего, мы шагаем в ногу со временем, и, соответственно, окна еще добавляются с ведомств. У нас 8 окон в отделе Томилина. Это соцзащита. Но здесь немножечко другая история. В этих окнах работают сотрудники социальной защиты. А почему 8? Кто определяет, что должно быть 8, а не 6? Это зависит от населения. То есть по количеству обращений. То есть у вас ведется некий мониторинг. Ну, я имею в виду вообще у всей службы в стране. Ведется мониторинг, что вот в каждом районе, либо от количества обращений. Совершенно верно. Или вот как в Москве... На 5 тысяч одно окно. На 5 тысяч одно окно. Понятно. И этого хватает? На сегодняшний день этого стало хватать в связи с тем, что мы живем с вами в мире цифровизации. Туда многое уже. Да, уходит в электронный вид. И если говорить на сегодняшний день, то 51% это электронный вид. Это все делается специально для того, чтобы было удобно заявителю. Заявитель может оказать себе услугу сам непосредственно дома. Но мы прекрасно понимаем, что наши заявители все-таки привыкли приходить уже в МФЦ, и чтобы была какая-то определенная помощь. Соответственно, мы, кстати, мы лидеры, Креперецкий МФЦ лидер по открытию доступа свободного к заявителю, к окнам, РПГУ, так называемый портал госуслуг. И у нас их 45 по округу. То есть не считая 75 окон, которые в очном приеме, мы еще и 45 окон открыли. То есть получается у вас 130 всего окон роста нашего человеческого и профессионального. Давайте вернемся к услугам, потому что я еще помню это время, когда ты приходишь в банк оплачивать кучу этих бумаг, оплачиваешься или записываешься, чтобы что-то заплатить. Вроде бы как вчера еще было. Сейчас, конечно, я вот живу в основном в онлайне, я обращаюсь в службу только в том случае, если что-то в документе мне непонятно, либо там заказываешь паспорт, еще что-то иностранное. Ваши услуги, как идет вообще процесс создания этих услуг? Они приходят сверху. Можете ли вы сами что-то предложить? И насколько... Вот вам, если объявляется со стороны, у нас еще там 10 новых услуг появилось. Они как, распределяются между вашими работниками, или вы новых нанимаете? Дело в том, что по Московской области МФЦ работают сотрудники универсалы. Они должны... Вот у нас 411 услуг, и они должны знать все 411 услуг по всем ведомствам. То есть Росреестр, ФМС, налоговая, пенсионная, соцзащита, ЗАГС. Ну, это перечислять... То есть мы могут посадить в любое окно? Совершенно верно. Совершенно верно, и сотрудник должен это знать. А где учат на таких сотрудников? Обучение происходит непосредственно на месте. У нас каждый месяц проводится тестирование сотрудников. У нас есть отдел обучения, который к этому готовится, который читает соглашения, обучает наших сотрудников. Более того, к нам приходят представители ведомств, которые обучают прямо на месте наших сотрудников. Особенное такое внимание к нам это ФМС, потому что достаточно серьезные услуги, и сотрудники ФМС с удовольствием приходят и рассказывают нашим работникам, нашим сотрудникам какие-то важные моменты, которые меняются. А изменения происходят постоянно. Практически каждую неделю идут определенные изменения в любое. То есть государство живет, и все меняется? Государство живет, и мы живем вместе с ним. Помимо всего прочего, внутренней учебы это одно, но мы еще и обучаемся непосредственно в Красногорске. Это Мингос, управление, которым мы обучаем и наших сотрудников, и сами обучаемся. Я тоже обучаюсь. И это не просто так. Я не имею права быть директором, если я не пройду сертифицированное тестирование для того, чтобы знать вообще все, начиная с каких-то федеральных законов, а наш основной федеральный закон это 210-й, и, соответственно, уже законы, которые непосредственно к нашим услугам относятся. Ну, коль мы говорим о персонале, то, конечно, тоже притча во языцах. Даже как-то иногда для того, чтобы в кино создать атмосферу советского человека, обязательно надо показать какую-то такую не очень приятного человека, который там что-то на тебя кричит и так далее. Ну, вот эти нервные все разговоры. Сегодня мы понимаем, что ваши люди, которые работают с гражданами в окнах, да, это еще и психологически должны быть настроены на... Кто-то пришел веселый, кто-то пришел грустный, кто-то вообще непонятно, что он хочет. А где этому учат психологической подготовки? Все то же самое, то, что я сейчас озвучила. Это и внутреннее обучение, это и тренинги с нами проводят. Просто так сотрудника посадить на рабочее место, и чтобы он общался с заявителем, это сложно. Более того, численность непосредственно МФЦ достаточно большая уже. Сейчас почти 300 человек работает. Но я достаточно такой жесткий руководитель. Никогда не сказал. И собеседование я провожу сама. Ага, лично. Да. Наверное, это правильно. Собеседование проходит, и, наверное, не дадут собрать мои сотрудники. Каждого я спрашиваю. А готов, если вот придет заявитель и будет с тобой грубо разговаривать? Да. Что ты будешь делать? Ну, некоторые быстренько так это сбегают. Ну, наверное, тут же очень важный такой момент в вашей работе, немножко ведь мы в лирическую сторону, сейчас мы вернемся к услугам, ко всем важным документам. Людям же очень важно, некоторые люди почему-то считают, что вот они пришли, и им кто-то должен. Они не видят, не слышат. Поэтому тут очень важно человеку, как говорится, немножечко в хорошем смысле стать бамбуком, плохое пропускать через себя, а остальное услышать. И потом очень часто, ну, давайте, да, уважаемые телезрители, вспомним, что потом еще она будет приходить, эта условная посетительница или посетитель, и говорит, я вот к этой хочу. Совершенно верно. Правда? Уже любимчики появляются. Более того, я всегда говорю, что заявитель всегда прав. У каждого есть свое настроение, у каждого есть какие-то внутренние проблемы, и приходят они к нам с этими проблемами. Ну да. А мы пришли на работу. Нравится, не нравится, это уже наши проблемы. Мы должны встретить заявителю с улыбкой, и, соответственно, конечно, не грубить. И чтобы ушел он более-менее доволен. А как эта схема проходит? То есть это каждый день люди работают, или там в каком-то графике? Ну, наверное, сейчас опять буду хвалиться. Дело в том, что мы опять одни из первых, которые стали работать семидневку. То есть мы работаем все семь дней с восьми часов до 20.00. Не все МФЦ по Московской области так работают. То есть закрытого у вас практически не бывает? Нет, не бывает. Более того, мы в период всех пандемий и всего, что с этим связано, мы не закрывались. У нас была предварительная запись, и более того, у нас работал кол-центр, который помогал людям. Мы работали в ночной. Вот еще такой один вопрос. Потихонечку идем к услугам. Вы сказали, что онлайн. Мы помним, что, как ни странно, пандемия, ну, что-то же должно быть хорошее. Вот всех нас немножечко цифровизовало, да? Да. Если можно так сказать, оцифровало. Вот. И у некоторых складывается впечатление. Ну, а зачем тогда какие-то документы, когда, в принципе, все можно перевести в цифру? Как вы считаете, настанет такое время, что не нужен будет живой человек с окном или в окне, который будет сидеть, и к нему будет кто-то обращаться? Ну, я, наверное, свое мнение выскажу. Я думаю, что не настанет такое время в связи с тем, что, ну, во-первых, у нас достаточно большое количество еще есть пожилых людей. Немножко другого формации. Да, которые не совсем дружат с компьютером. Соответственно, мы, конечно же, должны им помогать. Более того, в связи с тем, что практически, как я уже говорила, 51% перешло в электронный вид, но наши сотрудники-то, они не ушли. Они теперь помогают людям, которые приходят вот к месту, где можно заполнить какую-то услугу, и они помогают. Кто-то не знает, на какую кнопочку нажать, какую иконочку выбрать. Соответственно, здесь наш сотрудник уже стоит за спиной заявителя и помогает. Единственное, наверное, важное, хочу сказать, для наших телезрителей, что путают иногда заявители, что наш консультант обязан заполнить за него эту услугу в компьютере. Это я вот прям... Это неправильно. Здесь уже срабатывает федеральный закон 152-й, персональные данные. Мы не имеем права заходить в личный кабинет. Сзади помочь и подсказать, мы имеем права. Сесть за компьютер и за него забить информацию, мы не имеем права. Ну и вот тут ещё возникает такой вопрос. Мы же живём век мошенничества, к сожалению, когда дозваниваются по телефонам. И мне кажется, что многие люди ещё идут к вам, потому что они уверены, что они приходят к государству. Конечно. Да, они приходят, и как бы там, да, что-то не получается, чего-то они не поняли, не удалось им решить эту проблему так, как они хотели, но они, по крайней мере, точно знают, что здесь сидят специалисты и так или иначе всё разложат по полочкам. Конечно. Никакой утечки информации 100% не будет. Потому что мы работаем в закрытом контуре. Понятно. Ну и просто вот мы сразу поговорили. Я думаю, что хорошо, что о коллективе. Сейчас мы будем уже завершать первую часть. Во второй раз скажете уже о продуктах, как вообще происходит этот процесс. Но в завершении какая-то обратная связь есть у вас с посетителями, с пользователями? Конечно. Пишут они вам какие-то комментарии. Вы же директор. От вас-то, наверное, хотят скрыть-то какие-то хорошие факты. У нас достаточно всё прозрачно. Более того, не только я это вижу и знаю, но это ещё и знает наше руководство Мингос. Есть любимый для всех теперь уже добродел, в котором мы видим и жалобы, и благодарности, и всё, что... Всё на ладошке. Конечно. Соответственно, здесь ретингуется это всё. То есть это не просто так МФЦ работает и работает. Нет. У нас определённый рейтинг. И если у нас достаточно много жалоб, соответственно, мы падаем в рейтинге. Принимаются меры определённые. Да, принимаются меры. Там уже как руководство решит. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас Маргарита Геннадьевна Скалябина здесь в студии. Директор, можно так сказать, Люберецкого МФЦ. Коротко. Во второй части давайте попробуем узнать, какие услуги. Может, какие-то оригинальные есть, я не знаю. Потом ещё ЗАГС же тоже к вам имеет отношение. Делаем небольшую паузу и вернёмся в студию и продолжим разговор, как работает сегодня МФЦ. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Маргарита Геннадьевна Скалябина, директор Люберецкого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Люберца, как мы выяснили, лучшего в Московской области. Коротко мы все его знаем как МФЦ. Итак, сколько услуг ещё? 400? 411. А что так много-то нужно людям 411? Ну, во-первых... Было раньше сколько? 26. 26. Вот откуда ещё взялось? Это 2013-2014 год, 26, потом 1998, ну и пошло-поехало. На сегодняшний день... Может, просто их выделили из каких-то глобальных, нет? Да нет, это взаимодействие с ведомствами. Так. И согласовывается ведомство, делает соглашение ведомства и непосредственно Мингос. Всё это вместе подписывается и выдаётся эта услуга уже на заявителя. И вы это проходите обучение? Мы проходим обучение, нам рассказывают, какой мы должны собрать пакет документов у заявителя. Мы это заводим в определённые программы. Программ у нас 4, но я не буду озвучивать, это не совсем нужно. Мы заводим информацию в программу. И, соответственно, после того, как собирается определённый пакет документов заявителя, мы отправляем эти документы на проверку. У нас есть определённый отдел, так называемый бэк-офис, который проверяет все документы. И потом мы возвращаем в ведомство, для того, чтобы ведомства уже начинали исполнять услугу саму. Понятно. А какие самые востребованные сегодня? Самые востребованные услуги на сегодняшний день, это, конечно же, Росреестр, катастрофный учёт. Квартиры когда? Конечно. Купли-продажи квартир, дарения. Наследство. Наследство. Всё, что с этим связано, это самая востребованная, считается, услуга. И там же, не дай бог, ошибиться-то. Да. Да, это очень серьёзно, на самом деле. Это чуть ли не попахивает. Да. И на эту услугу у нас уходит, если на какие-то определённые услуги это 5-6 минут, то на услугу Росреестра полчаса этого. То есть это как бы по закону, это вот то, что написано. Да. Окно такое-то, подойдите к окну такому-то. Совершенно верно. А вот если нужно продлить, у вас же, наверное, есть какие-то ограничения, что там полчаса прошло, и всё, а вот они ещё не решили. Как быть? Продлить? Вы имеете в виду время оформления? Продлить, значит, продлевается. Продлевается, конечно. Ну, поэтому и существует количество больше... Ну, очереди бывают всё равно. На сегодняшний день, если говорить про очередь, нет. Дело в том, что у меня мониторы, и я вижу каждый отдел по своему округу. Ой, по своему округу, круто. По своему МФЦ. И, соответственно, я проверяю, сколько людей. Если я вижу, что достаточно большое количество собралось заявителей, соответственно, я сразу же вызываю сотрудников бэк-офиса, чтобы они выходили и помогали специалистам в окне. А, то есть это люди, которые вот не сидят сейчас, но если нам нужно... Да, да. Ну, это, извините за такое, может быть, сравнение, это когда в магазине вдруг большее количество людей увеличивается, открывается дополнительная касса, да, например? Ну, да, наверное, так. Наверное, так. Ну, чтобы понятно было. Хорошо. Вот о ЗАГСе давайте поговорим, потому что ЗАГС, получается, тоже имеет к вам какое-то отношение. В каком? С какой точки зрения? Я просто видел один раз, простите, я вспомнил очень любопытную картину. Я был в МФЦ, и двое человек сидят, девушка в свадебном наряде. Вот. Они, оказывается, там, совершили акт, заключили свадебный, ну, как договор, или как это называется, вот их, значит, поздравила девушка, которая в окне сидела, и похлопали все, кто здесь присутствовал. Вот и вся свадьба. Мне кажется, это правильный такой подход. Ну, видимо, они поедут дальше отмечать. То есть такое тоже может быть? Да, такое тоже может быть на сегодняшний день. Более того, с декабря месяца совместно с ЗАГСом мы заключили договор, и теперь сотрудники ЗАГСа тоже работают на нашей территории. Это пять окон. Помимо того, что сотрудники МФЦ проводят услуги ЗАГСа, теперь еще и сотрудники МФЦ у нас работают. ЗАГСа у нас работают. Это Ухтумка отделение, центральное отделение и северная сторона. А что входит в их обязанности? Это выдача свидетельства о смерти. Это выдача свидетельства о браке. Это заявление на бракосочетание, заявление на развод, выдача архивных справок, если необходимо это. То есть это напрямую работаем и мы, и сотрудники ЗАГСа непосредственно в нашем подразделении. Влились в ваш дружный коллектив. Понятно. Ну и, наверное, если уж мы стали говорить про ЗАГС, то с 1 марта у нас будет удаленное рабочее место непосредственно в Центре мемориальных услуг, это на Октябрьском проспекте, 338. И там будет сидеть сотрудник МФЦ, который будет непосредственно в этой организации проводить услугу. То есть справка, свидетельство о смерти, подзахоронение и захоронение, все услуги, которые необходимы. Чтобы никуда не ездить. Это уже будет с 1 марта. Ну да, вопрос серьезный, поэтому тут, как говорится, хорошо, что... Вот как вы считаете, как руководитель, и у вас есть руководители, и у вас есть подчиненные, насколько гибка сегодня система? Вот вы говорите, что настолько много, все быстро меняется. Успеваете вы, поспеваете вы за всеми этими изменениями? Или бывают иногда сложные моменты? Вы знаете, наверное, в МФЦ в хорошем смысле этого слова должен работать сумасшедший человек. Готовы к любым вызовам. Да, потому что это действительно работа 24 часа. Это постоянно ты держишь телефон, потому что руководство может задать просто любой вопрос. И задание такое дать, что думаешь, господи, неужели я справлюсь? Справлюсь. То есть это действительно сложно, но это интересно. В МФЦ работать интересно. Вот давайте мы сейчас, может быть, какие-то люди, маленькие даже, захотят прийти. Куда людям нужно обращаться, которые готовы поработать в этом? Что закончить нужно? Какое образование? Для того, чтобы это было... Давайте говорить честно. Люди хотят сейчас неплохую зарплату. Для того, чтобы это было хоть как-то востребовано по заработной плате, конечно, нужно высшее образование. То есть это первый такой хороший проходной балл. Если это не высшее образование, все равно мы рассматриваем кандидатов, но это будет меньше заработная плата. Обращаться... Да, обращаться. Обращаться непосредственно к нам в управление по работе с персоналом. Мы находимся... Приходят люди? Да, конечно. Конечно, приходят. А какой возраст приходит к вам? Молодежь? И молодежь, и... Потому что молодежь, она же, знаете, тоже, с одной стороны, вроде поспокойнее, но иногда тоже может так ответить. Но я имею в виду, если мне говорили, что профессионалы... Наверное, вот этот вот разброс по возрастной, он... У меня есть люди, которые работают уже пенсионеры, и работают, и в окне работают. Люди приходили на собеседование, которые когда-то и в министерстве работали. Я, естественно, начинаю задавать вопрос, а как готовы сесть в окно? Готов. Получить, наконец, ту порцию, то, что вы раньше там где-то придумали, а теперь здесь. Готовы. Готовы. Хорошо. Ну, мы движемся к финалу, и я хочу еще обратить такое внимание на посетителей. Понятно, что руководство и, собственно говоря, все службы, которые занимаются... Ну, я беру здесь все окна, которые только существуют, получают определенное сверху решение, как улучшить свою работу. Но все равно каждое предприятие встречается с реальными людьми у себя, реально в помещении и так далее. Вам уютно там работать? То есть, когда открываются двери, и люди заходят и понимают, и вы понимаете, что вот сегодня день менее напряженный, сегодня был очень напряженный. Вот вы же создаете уют, потому что от того, как вы создадите его, уже и люди по-другому себя ведут. Я имею в виду тех, которые приходят за документами. Вы имеете в виду уют непосредственно в отделах, когда приходишь в отдел? Нет, вот уют, да, для того, чтобы человек зашел и понял, вот здесь хорошо, я готова еще чуть-чуть и больше посижу. Ну, конечно, я же капризная девочка. Я же должна понимать, что где-то какой-то отдел мне лучше нравится. Где-то нужно где-то что-то подправить, подкрасить, подмазать. Да, это вот такой хозяйственный глаз должен быть. Где-то и обидно, и хочется и поплакать. Потом начинаешь, ну-ка, и вперед. Ну, мы помним, что вы жесткий руководитель. Да, вперед, и все, и начинаем дальше работать. А приходит, вот опять же, такая картинка, очень похожа на нашу действительность, это когда человеку что-то сказали, он сразу, кто у вас директор? Конечно. Я хочу, приходят, и что говорят, с какими просьбами обращаются? Начинают жаловаться, начинают жаловаться на моего сотрудника. А вы чаще становитесь, вот тут сейчас будет провокационный вопрос. Чаще становитесь на сторону того, кто, как говорится, клиент всегда прав, или все-таки стараетесь защитить сотрудника, потому что чувствуете, что, скорее всего, не так было? Я стараюсь быть справедливой. Да, справедливой. Поэтому, если я понимаю, что мой сотрудник не прав, то ему влетит по полной. Если я понимаю, что заявитель начинает говорить не совсем правильные вещи, естественно, начинаю уже говорить, что давайте мы с другой стороны посмотрим на этот вопрос. То есть ваша задача разрулить ту же ситуацию и выполнить то, что уходит этот заявитель все равно. Совершенно верно. Поэтому по-всякому бывает. Кто-то и жалуется, кто-то начинает говорить, что сейчас мы в суд пойдем. Ну, в конце концов... Даже так бывает? Да. Даже так бывает. Ну, и еще поговорим о том, что на сегодняшний день, он к онлайну я хочу вернуться, чувствуется отток, что все больше людей занимаются онлайном, и даже, скажем так, если им и нужно прийти за какими-то документами, то им как-то уже не хочется. А нельзя прислать в онлайн, да? Вы знаете, здесь, наверное, отток не из-за того, что они уже привыкли работать непосредственно в онлайн, обязывают работать в электронном виде. То есть есть услуги, а не только в электронном виде. Поэтому, конечно же, отток определенный существует. Но есть заявители, которые приходят, садятся в окно и говорят, а я все равно хочу в окне получить эту услугу. Ну, не можем. Не можем. А тогда вот начинают работать ваши девушки, которые подойдите, и я вам все расскажу. Да, давайте мы вам сейчас покажем, расскажем и нажмем на те кнопки. Еще такой вопрос. Вдруг перебой случается, я не знаю, там свет выключается, это такая вот история, мы же сталкиваемся, что система падает. Тут, конечно, все начинают нервничать, прежде всего, посетители. Вы видите, самые разные варианты. У вас существует такая инструкция, что делать в том случае, когда... Ну, конечно. У меня в каждом отделе есть начальник отдела, который выходит в зал и начинает работать уже напрямую с заявителем. Кто-то соглашается прийти позже, кто-то сказал, что я подожду. И, соответственно, вот эта вот ситуация, она разруливается в моменте. То есть нет такого, что начинаются скандалы, но мы же не виноваты, что свет отключили. Ну да, потому что вы понимаете, что точно вот этот человек в очереди, ну, точно, даже если вот включится через 10 минут, он не попадет. То есть ему нужно в корректной форме объяснить, что... И предложить вариант, да, пересмотреть, прийти к какой-то другой день. Конечно, конечно. Хорошо. Вы и ваши коллеги, наверное, у вас проходят какие-то совещания, семинары, я не знаю, как это правильно называется. С вашей стороны какие-то предложения поступают, что вот можно так еще сделать, ну, да, как говорится, из низов туда вверх. И тут какие-то предложения по работе. Или вы все-таки основаны на том, что приходят сверху? Нет, конечно. Во-первых, у меня достаточно грамотные начальники отделов. Мы каждую неделю собираем совещания, и мы решаем вопросы, которые касаются услуг. И если есть какие-то, мы понимаем, недочеты, конечно же, мы пишем письма. То есть вы не боитесь с вышестоящими органами общаться? Нет, конечно нет. И вышестоящие органы идут нам навстречу. То есть нет такого, что от нас отвернулись, и нам не помогают. Нет такого. То есть идет тесная взаимосвязь и исправляют какие-то определенные нюансы, ошибки, которые будут работать только на улучшение. Ну вот видите, как мне приятно, что Маргарита Геннадьевна, хотя она и говорит, что она жесткий руководитель, но по отношению к нам, простым потребителям, простым смертным, скажем так, все-таки стоит задача, чтобы создать возможность, чтобы человек получил эту услугу и ушел, ну если не с улыбкой, то не с испорченным настроением, а может быть даже с улучшенным. И видно, что вы руководите коллективом, что эта работа очень сложная. Конечно, количество вот этих услуг, я даже не представляю себе, а их перечисление, наверное, займет огромное время. Но в любом случае, мы желаем вам терпения, труда. Иногда мы, конечно, бываем, я имею в виду, пользователи неправы. Но тем не менее, работа такая, что тут нужно и выслушать, и, может быть, немножечко стерпеть. Главная задача – услугу предоставить. И тогда все получится. Тем более, насколько я понимаю, вы в лидерах ваше отделение, да? Да, да. То есть мы стараемся. Раньше вымпел за это давали, да? У вас что-нибудь висит? Ну, достаточно. Грамоты? Конечно, и от губернатора есть. И мои сотрудники достаточно активно получают грамоты и благодарности. И я горжусь своими сотрудниками. Более того, у меня есть один сотрудник, который стал на сегодняшний день начальником отдела Малаховского отделения. Он у нас лучший сотрудник. И получил премию от Мингоса. Вот так. Вот на этой замечательной ноте мы завершаем наш разговор. Маргарита Геннадьевна Скалябина, директор Алюберецкого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Городской круг Руберцы». Это по полной программе Московской области. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Хороших вам посетителей. И чтобы все работало как часы. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пимненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин